Девушки отдыхают Ну и самое начало этого матча это большая проблема для Na'Vi Раунд в атаке пистолет наберут австралийцы Ну я думаю теперь уже для многих это точно открытие этого чемпионата Команда заявила о себе на все 100% Ну и что? Что делать на Тусвинсер? Остается два матча Ну и это матч против Vox и матч против NIP, друзья Это на самом деле очень жесткая ситуация для Na'Vi И ребятам нужно желательно выигрывать оба матча со счетом 2-0 Ну в случае там такой вот ситуации если будет победа 2-0 и ничья с кем-то 1-1 Это все равно не самый лучший вариант для Na'Vi Ну давайте посмотрим Давайте просто посмотрим чему все это дело приведет Украинскую организацию СНГшную команду Ну и конечно же давайте насладимся в очередной раз игрой команды Vox Гвардия, он остается один, это второй раунд явно за командой Vox Ну смотрели мы сегодня уже вместе с кваном один Cobblestone, там довольно интересно играла защита Ну не знаю, вот мой коллега возвращается и сейчас мы с Юрием наконец-то насладимся вот всем этим противостоянием и всей этой драматичной ситуации Вот Юра никак не хотел 1-1 в этом матче Да, вот больше всего боюсь за счет 1-1 действительно потому что в этом случае скорее всего как австралийцы так и Na'Vi растеряют все шансы на выход из группы Если же кто-то выиграет за счетом 2-0, как Vox так и Na'Vi по-прежнему сохраняют эти шансы Но для этого придется попотеть Ну на данный момент ситуация такая, группа Fnatic 5 очков, Vox 5 очков, Na'Vi 5 очков, Na'Vi и Liquid имеют по одному очку То есть раз они сыграли в ничью и те и те, ну у Na'Vi все-таки 2 матча в запасе, у Liquid всего лишь один И вот именно Na'Vi могут сейчас ворваться в эту борьбу Vox последняя игра, побеждают 2-0, тут точно выходит с первого либо второго места Ну подожди, мы же, помнишь, тот самый расклад, в котором у трех команд будет равное количество очей Ну если Vox обыграют Na'Vi, если Nip обыграют Na'Vi со счетом 2-0 И Fnatic выиграет у Liquid, но это формальность Ну да То есть в этом случае у трех команд группа будет равное количество очей И вот как разберутся с этой ситуацией организаторы, остается только догадываться Будут ли считать раунды, будут ли назначены переигровки Ну я думаю точно без переигровок, точно будет там считаться раунды Возможно где-то в каком-то месте есть полный регламент, где написано Какие именно раунды, между спорящими командами, между всеми командами Потому что это тоже имеет очень большое значение Ям дает минус гвардия, но это пока что вот продолжается серия эко-раундов от Na'To Svincere Ну и просто мы ждем вот первого оружейного, если там Vox смогут взять, тогда уже... А вот расскажи мне, что произошло в пистолетке, без шансов ее забрали? Ну вообще без шансов просто пробежали, минус 1, минус 2, минус 3, 5 в 2 на Апланте На Апланте? Оуу, Na'Vi, Na'Vi Ну вот знаешь, тоже страшно за Na'Vi на карте Cobblestone, зная то, что Словак проявляет себя здесь не с лучшей стороны Чувствует себя он здесь, ну явно скажем, некомфортно А вот действительно я начинаю немножко переживать Ну знаешь, оказалось, это должна быть именно карта снайпера Я уверен, что Словак там через месяц, два, три должен вообще великолепно играть на этой карте Хотя Cobblestone давненько, ну как-то вот мало играет его Na'Vi И нету тех самых настрельных позиций у него, это видно Ну ладно, давайте смотреть первое оружейное, посмотрим, что нам сейчас предложат команды И что в первую очередь будут делать Vox, пока мы видим Такая серьезная группа под B идет, и первая идет Ямса, ВП Так, ну здесь сразу экшенов ряд, и мы дождемся Na'Vi грамотно отрезает этот проход дымом Ну и здесь Vox'ы то ли будут лезть на рожон в этот дым И именно так и происходит, Spanx будет выходить первый Итак, Spanx пошел, ну здесь четко контролирует ситуацию Аня Эдвард Забирает Две флешки врывались австралийцам, но размен есть хавок Разбился где-то, ну не знаем, в каком месте он успел упасть Скорее всего он сгорел в своем молотве Ну вот, хотя как он мог, вот давай просто посмотрим Он умер где-то здесь Или нет? Кто его знает? Ну что же, J.K.S. один в четыре Ну и вот первая возможность для Na'Vi забрать этот раунд Ну по идее, если там супер не ошибутся Ой, какая хорошая хаешка Все отлично, но есть минус один Второй на фонтане там битый Ой Так, J.K.S. принимает, кстати, очень интересное решение Решил дальше не идти Приконтролил себе спину А здесь уже есть у нас слаба Отлично Вот и на Гвардиан Ковач грамотно заходит и застает врасплох слугу оппонента 3-1 Na'Vi забирает первый раунд в стороне защиты на карте Cobblestow Ну, откровенно говоря, из того, что мы видели, можно сказать, только одно Na'Vi как-то очень плохо идут на этом чемпионате Вот до этого момента было все плохо Может быть настал тот самый вот как раз момент, когда нужно здесь 2-0, дальше ним 2-0 Но по игре очень тяжело было на то с Винсером Знаешь, кстати, мы с Игорем поностальгировали немножко И вот вспомнили моменты, что Na'Vi По крайней мере, Na'Vi времен 1-6 всегда проходили групповой этап проблемно А вот добравшись до стадии плей-офф уже начинали расходиться по полной И вот если доходили до финала, то уже остановить наших парней было практически нереально Ну, посмотрим, очень простой караунд, только что мы с вами наблюдали от Vox Все умерли под мостом, второй раунд для Na'Vi Ну и вот, может быть, тот самый момент, с которого сейчас Na'Vi начнут набирать раунды Но, если честно, ребят, я в это не верю Вторая карта пока еще неизвестна, нам не писали с сайта Челтиорка, говорит о том, что там ТБА, 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 НОНОНСИТ, сообщат, так сообщат Ну, можем себе представить Вот спрашивают люди, чей пик Cobblestone Ребят, ну вообще в любом матче нельзя спрашивать, чей пик, потому что здесь нет ваша, наша карта Здесь ребята вычеркивают и обе карты пик обоих команд, по сути Да, есть там такая же карта, кому удобнее, кому неудобнее играть Да, до того, как пикнуть карту Cobblestone, команды вычеркивали по две То есть, дальше делайте выводы сами Избавлялись от карт, на которых чувствует себя некомфортно Ну и оставили вот Cobblestone Как австралийцы, так и наши парни Что же там произошло? Только что как-то автодиректор нам не угадывал эти эпизоды Бомба под B, сейчас ее должен забирать австралийский игрок, его тиммейт Ну, совершенно пока что далековато от него Ну, в принципе, врисовывается третий раунд для Na'Vi Если не будет приключений, прочекал Как же словак! Вот только что на грани действовал игрок команды Na'Vi Мог ошибиться, но Джейкс не подловил и не воспользовался такой возможностью Друзья, параллельно наш коллега Слэмчик отстримил уже, по-моему, первую, нет, вторую карту Там 2-0 Да, там очень просто, ждет Virtus.pro Envy As Envy, разорвали Immunity, отдав им всего лишь три раунда за две карты, если я не ошибаюсь Ну, у нас на стриме здесь также, последний матч, ребят, напомню, Virtus.pro, точнее, против Immunity И, возможно, матч вообще уже ничего не будет решать, возможно, мы его смотреть даже не будем Возможно, его играть даже не будут Как тебе австралийцы? Они, вроде бы, собирались вскрывать защиту на базе B, но Через тот самый проход зашли в центр карты Cobblestone, застали сейс до врасплох, и теперь Na'Vi спасет только выбивание И уже Flamey красный 12 кп, Gwardian ставит хэдшот, остается 1-2, YAM, в принципе, может и такое затащить, YAM, есть минус От Flamey не тащит с австралийцами Na'Vi, ну, если честно, с горем пополам, но берут третий раунд и, ну, поспокойнее теперь фанатам Украинской организации должно быть, все-таки начало 0-3 вообще могло превратиться в очень плохо отыгранную сторону, но вот сейчас парни вот Успокоились, вообще должны сильно отстояться, по идее Ну, в защите, в принципе, ты должен набирать здесь львиную долю раундов, но, опять-таки же, все зависит от твоего соперника, насколько у него готова атака Я лично наблюдал, когда в атаке на Cobblestone забирали больше 12 раундов, ну вот, и делали это неоднократно Тут как пойдет В данный момент у E-Minor экономический раунд, раз-два-три-четыре, четыре тег-девятых, одна ТЗ-шечка, при этом три игрока с арморами и есть раскидка То есть, так просто без боя, E-Minor в этом раунде сдаваться не собираются Guardian под мостом, в яме, находится, контролирует спуск все это время, но у нас Аркада Б, отлично работает, Эдвард минус два, забирает Flamey, Эдвард может и третьего не хватает, патронов кольте, с пистолета плохо Ну вот, Зевсу главное жить, Зевс, еще и забирает EZR Неплохо, неплохо, Даня наработал, один хп, 12 хп, по идее, все спокойно, четвертый должны забирать Na'Vi, отлично, Зевс проработал вообще, харьковские ребята здесь, по-моему, вообще на двоих поделили всю брошскую команду Да, как раз-таки парочка сделала, Ваня Эдвард сделал два первых фрага, ну а Зевс добил оставшихся красных игроков команды Vox E-Minor 4-3, Na'Vi уже впереди, ну вот, уйдут ли в отрыв и отпустят ли их австралийцы, вот в чем вопрос Ну вот, эти три раунда, это такая была обычная вещь, да, пистолетка 2 эко, как будто со времен 1.6 ничего не поменялось, ничто не играл там агрессивный бай Ну как раз мы о команде Vox говорили, что она вот вообще никогда не закупается, даже вроде бы и есть там возможность редевайсов взять, не, не, ребят Ну вот, действительно, не исповедуют тот агрессивный стиль игры, которые начали практиковать супертоповые команды, я, конечно, говорю о таких ребятах, как Na'Vi, Nip, Envy и тому подобных Ну вот, Титаны и же с ними, Гвардиану до 17 пробили хп сейчас, но самое главное для него, что он успел выжить и уходит, уходит поближе, в кишку сейчас будет перетяжка Ну вот, тут есть соперники Так, в Фуэме тоже возникли проблемы, вслед за Гвардианом отправляется спасать свою жизнь, такой же красный, 17-19% здоровья Вот такое вот не совсем удачное начало для рожденных побеждателей Ну, Аплент побитый, конечно, здесь у Na'Vi, но мы видим бомбу, которая под B находится пока что, и это говорит нам о том, что, в принципе, какой-то фейк-притяжку готовит команда из Австралии И не все так просто будет, есть минус от Эдварда, он с авиком на B, минус хавок, отлично, отлично то, что перетянулись на B как раз на фуловых игроков сейчас Так, а вот это самое важное действие, которое происходит сейчас на карте Австралийцы пытаются раскидывать базу B Там же 4 игрока принимают Да, 4 игрока принимают, но вот надо торопиться, с АС в эту Денис максимально быстро бежит в спину, тем временем Что такое? Куда? Деня, определись, ну ладно, тем временем остался GX-1 практически против всей команды нами Да нет, против двоих, против Сейзида и Эдварда, там уже один Эдвард на планете остался, Сейзид решил со спины под карауль Да ладно, Сейзид, почему ты до конца не пушил все это время? Так, бомбу подобрал, успели По-моему, Сейзид просто не поверил, не успевает Не успевает ставить, бомбу Сейзид вылазит сам, но ушел, увидел, ой-ой-ой Хо-хо, как же стреляют эти австралиицы? Фух, должны сказать сейчас, Нави, вот там Эдвард, все работу сделал с ВП, если бы не Эдвард, я не знаю То ли ему инфу не дали, то ли наоборот ему сказали Нет, иди назад, тут уже никого нет Ну вот как-то Не говорю, что Сейзит виноват в этом эпизоде Но вот если бы он просто поджал спину, он бы там Гораздо быстрее все закончил Неразбериха получилась какая-то Какая-то да, и видимо по инфе, потому что Командная игра Так, что у нас здесь? Вавакс АВП, поджим Тэшечки Забирает спокойно спанжа и уходит Ну что ж, неплохой выпад из кишки Под мостом также, по-моему, Флэмми Агрессивно сейчас кого-то ожидает И давайте посмотрим, если тягивается сюда Гвардин И Гвардин уже просто уходит на ложный Так, здесь сработало парочка игроков Зевс и Флэмми забрали на двоих Эйзера Сейзит, подвалил Хавака И вот тот самый момент, когда Вокс Эммер воспользуется таймаутом По-моему, это тот самый момент, когда Матч в Нави-Вокс превращается во вторую карту Н.А.П. Вокс Но лишь бы не в первую Ну да, пока за исключением Пистолетного раунда и двух Вытекающих экономических Мы не видели во всей красе Австралийцев Пытаются сражаться с Нави на равных Но видно разница в классе Но стрельба Стрельба, еще раз стрельба Австралийцев просто на невероятном уровне Ям шикарный хэтшот по Зевсу Но Ковач моментально дает минус в ответ Ну что же, 6-3 Опять же, по матчу Нормальная ситуация Тут не скажешь, что и Нави там супер хорошо действует В защите Ну и не скажешь, что атака плохо сыграла Они, ну там, неважно То, что на оружии ничего не выиграли Но тем не менее, это 3 раунда Да, пистолетка, 2 эко Но как-то вот Пока не могут Раскрыть оборону на оружии Вокс И не могут взломать Нави Сейчас нет Сейчас будет, наверное, бай все-таки Так, ну вот как раз таки В данный момент Мне кажется, будет вот По-моему, тот самый момент Когда нужно закупиться Теки, арморы, раскидка И с этими девайсами Воксы постараются Вскрыть оборону на базе Б А уже в следующем Будет полноценный бай Ну обычно в такой ситуации Они играют эко-раунд Ну обычно они просто дальше берут АВП Но сейчас атака Нужно ли это АВП? Может быть и нужно Но давайте посмотрим Что же решат Ну Мы тут решили, что бай Будет оптимальным вариантом Для австралийцев Так, друзья Для тех, кто только присоединился Еще раз напомню Это первая карта В противостоянии Нави С австралийцами Какая будет вторая Пока еще непонятно Как организаторы Так и сайт How to work Пока молчат Ну а мы Я думаю узнаем По крайней мере Ничего точно не изменится Карта уже определена Это факт Только вот Почему-то организаторы Не снабжают нас Нужной информацией И не дают нам Поводов поразмыслить Что же будет происходить На второй карте Интересно О чем сейчас общается Австралийская команда Очень интересный какой-то раунд Они будут готовить После раз В прошлый раз После таймаута Они неплохо Попытались взять Эко-раунд Против НИП Ну правда не взяли Но по крайней мере Попытка была очень интересная И неплохая Но это Было еще там Аж на карте The Train Что же дальше будет Смогут ли Vox Хотя бы парочку раундов На девайсах взять Судя по всему Нави В принципе чувствуют Всю защиту Очень хорошо смещаются Никаких сюрпризов Для них не было Вот 6 раундов подряд Берут парни Ну и в принципе Могут еще 6 подряд выдать И закончить 12-3 Так ну что же Посовещались Австралийцы Есть Раз, два, три Три ТЭК девятых Два ГВАКа Ну вот Один меняется На П-250 Хавок остается Просто с гранатой О посмотри Что придумали австралийцы 4 боевых гранаты Вот так вот выглядит Закупка Vox Eminor В этом раунде Кого будут взрывать Ну вот Походу вот Нет Не этого парня Вот этого парня На 4 хп Биг Бада Бум Только что произошел Всего лишь 4% здоровья Отжали у Зевса Хорошая задумка От австралийцев Но реализована не очень Надо было одного Отправлять на разведку В качестве разменной монеты Понимать что же там происходит Как стоят Новые Ну и После этого уже Кидать гранаты Чуть-чуть получше Он там яму почти на пол хп выбил Ну и вот пытаются Прочекать сейчас Даню Но пока что он здесь Уверенно стоит Ну и И что дальше Что поднекан Там ровно осталось на бай Да Там четко на бай осталось А даже больше Там будет По идее снайпер Вот кто будет снайпером Хавок Пока что выпадает Ну и снова да Почти эко Казалось можно играть бай Нет Ребята говорят что Нет-нет-нет Мы будем играть только Со вторыми арморами И возможно даже с ВП Скорее всего с ВП Так Появится ли снайпер Хавок Смотрим на него Хавок Братишка Твое решение И Крутим барабан Давай Да есть же Ну есть Кому сражаться с Словаком Осталось только Порадовать нас своими фрагами Пока у Хавока что-то не Ну Явно Не уладится Ну да Один на девять Просто парни выключили Видимо говорят Ну все Бери уже там винтовку Сделай что-нибудь Пожалуйста Спасай ситуацию Иди пользу команде Ооо Он промазал Видел пиксель Который высунулся из дома Но не попал К сожалению Хавок для всех австралийцев Но Для нас все хорошо Семь раундов подряд у команды И чувствует она пока что Защиту абсолютно Хорошо Ну сейчас посмотрим Что у нас под мостом Гвардиан под мостом Минус ям Как раз вот Даже не просто под мостом В яме Минус Не дает пройти так просто Сквозь охраняемую территорию Словак И Забирает первого австралийца Подсадочка от Депса и Флейми Забрали эйзер Ну вот Вот разыгрались На Ви И уже знаешь Таких парней Становить будет очень непросто Ну Два игрока атаки Под мостом Снова находятся Опять В яме давай В яме Вот Старый Старый добрый мост Так Ну что Хавок Не даром ли ты купил АВП Ну Уже видно что даром Хотя Не он может быть виноват В этом эпизоде Остается один Команда вся уже успела погибнуть Его уже загоняют Просто на Респауне атаки Хавок Минус 2 Сражаются как лев Но Нави Просто всей командой Решили отжать Эту снайперскую винтовку И в принципе У них это получилось Ну я уверен Что Нави Очень сильно настроились На эту встречу Да и на следующую Они должны быть настроены Ну Опять же На следующую Они будут настроены Если это возьмут 2-0 Если они хотя бы 1-1 сыграют Я думаю Команда с ужасной моралью Подойдет к матчу с Н.А.П Ух А нужно делать 2-0-2-0 Желательно Чтобы вот Не было каких-то Особых приключений у команды И то они могут спорить Даже Нет При таком раскладе Наверное не будут Это и сходный компьютер Юра Ты не смотри Да Вот это уровень Ладно Смотрим Очередная закупка От австралийцев Есть 1-1 от Словака Что же дальше Звад Гвардина Дальше хорошо Его и Зевс Забирает Кавок С ямом 3-3 Если кто-то еще Да Это 2 игрока 3 уже принимают Игрока защиты Правда дымом Закрыли Коробку Эдвард Куда Поторопился Ванек Не факт что он не ожидал Да Он не ожидал Как раз А мог Мог Отрелоудит Забрать еще игрока Ну что же Яму надо пролезти бомбу На Пвент Постараться ее поставить А вот где Флейми Флейми Здесь А вот Сейзет В спину заходит Флейми уже воюет Сейзет бежит Бежит по кишке А уже выходит На выходе из этой кишки Ну и вот сейчас Может хорошо забрать Второго Видит Есть Минус Девятый раунд подряд Для Нави И пока все Для украинцев Спокойно Да Действительно Серия победных раундов От Нави Выглядит более чем солидно Проиграв пистолетку Проиграв два экономических Дальше мы видим В деле действительно Тех Нави Которых привыкли видеть Сегодня они настроены Выиграть все оставшиеся игры Для того чтобы Выйти в стадию плей-офф Ну смогут ли Вот честно Ну Вот я еще Юрий Перед этим матчем говорил Что вот как-то наши команды Вот они не должны так действовать Как шведы Как миники сегодня С воксами Как фнатики Они должны просто прийти И убить просто Пробежаться И раздавить этих австралийцев Просто не почувствуя Наши могут проиграть Там не знаю Датчанам Кому-то еще Ну вот знаешь По матчу с фнатиками Лично я не увидел Тех Нави Которые готовы побеждать Но опять-таки же Зная Наших парней С той стороны Что мы Начинаем играть хорошо Вот как только Нас макнули лицом Во что-то Да А потом мы вот Начинаем выкарабкиваться Вот как раз таки Нави Эксперты в этом деле Они могут плохо начинать Но заканчивают они На мажорной ноте Какая у меня здесь Замечательная история Просто рвань На компьютере Извините ребята Что мы отвлекаемся У нас в это время Продолжается аркада Бплэнта Уже небольшой размен Флейми ям Зевс Флейми ям С плюсом для Нави Есть красный Все последний Остается у нас Джекейс Один в два Гвардиан Зевс Должны справиться Подбирает бомбу Времени более чем достаточно Минута времени В распоряжении Австралийского игрока Неужели пойдет? Все Увидели Обнаружили Ух как он классно раздался Час Словак Один на один 25 хп Ковач Не прощает Пожопина Извините ребят За этот сленг Термин Но это Реально было Вот по факту Все сказал Да Реально так и было Отстрелил пятую точку Только что австралийскому игроку Словак 10-3 Не удается Прервать Австралийцам Ту самую победную серию От команды Нави Неужели Возьмут 12 ряд Просто Все подряд После отданного Пистолетного Вот это Нави Подсобрались Так что на карте происходит Как я Просто котирую Этот автодиректор Он царский Сегодня не подводит Вот Все в кавычках Конечно Из Аэра Еще один минус Забрался из Аэза Как хорошо начинался Раунд для Нави Казалось бы Три минуса Сделали украинцы Но вот дальше 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 поработали И австралийцы Итак Хавок Тот самый Хавок Который Не очень отыгрывает В первой половине Пять фрагов Четыре асиста Двенадцать смертей Оставшись Один против двоих Постарается вытащить Четвертый раунд Для своей команды В соперниках у него Очень непростая парочка Хавок Конечно Хорош Забрал Словака Но Ваню Эдварда Не прочитал И Без шансов проиграл Позиционно В первую очередь Один из три Нави 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 Вот сразу Видно Настрой парней Что Готовы Готовы Сразиться с НИП За выход С группа Я до сих пор Если честно Не понимаю Как они Вчера умудрились Проиграть Ликвидом Карту Тафа Это Вот ты Наблюдал За этим матчем Мы сегодня С Игорем Много Об этом Говорили Но до сих пор Просто непонятно Ликвидов Разорвали Абсолютно все Как Нави Вот так Вот на ровном месте Подарили им То самое Единственное Пока что Добытое очко Подарили Очень просто За атаку На оверпассе Ходили 11 или 12 Раз на Да Налево На Б плент На А плент Ну а там Что-то оканчивалось Очень плохо И причем Ну как-то это выглядело Ну печально Когда мы знаем Что у Нави Там огромное количество Классных раундов Парни там Великолепно могут тащить Но почему-то Уперлись В какой-то ситуации Как будто у команды Нет каких-то раундов По атаке Ну что Двое игроков остаются Абсолютно изи Защита для Нави Мы видели только Пистолетку и двояка Выигранной Австралийской команды А больше ничего Парни не смогли сделать Ну главное Чтобы такое изи Продолжалось и дальше У Нави Знаешь просто такое ощущение Что вот я Чуть опоздал на этот матч И Нави стараются Только для меня Вот они Проиграли пистолетку Я пришел на экраунды Экраунды ладно Проиграли А дальше просто собрались На максимум Молодцы Хавок один против двоих Но вот единственная проблема Для Нави Это две снайперские винтовки Эдвард заходит в спину С Вавак Постарается не пропустить И Ванечка Перестрелку проиграл Хавок красный Но при этом Не менее опасный И как же играет Вот Ковач я уверен Думает сейчас что Игрок австралийской команды Идет на базу боя А Хавок уже в спине Воу Словак услышит или нет Услышал Забрал Ну Абсолютно спокойная карта Я даже не ожидал Я просто ожидал Что сейчас у нас будут гореть Тут пятые точки Будет фантастическая Какая-то равная драка Но на Кобле По крайней мере В первой половине Нави Показали что они Абсолютно готовы к этой карте А вот их соперники Двенадцать подряд Я смотрю Вот как раунды давались Последние три раунда Нави взяли один в один Вот Настало время Когда и Нави Начнут пропираться Потому что абсолютно Неудачные были Вот все предыдущие игры Так Ну что же Решили парня не затягивать Просто аркадка Точно так же Как и австралийцы Попытаются вскрыть оборону На пуинте Ну что же Нет там не точно так Там фейк Здесь действительно наигрывается фейк Здесь Флейми подловил одного Второго Зря упал Но мог здесь это раздать Цейзе Дал минус Минус два от Цейзе До большинства Нави Ненадолго Надолго Два к одному Ям один Снова в яме Ну бомба у Ямок Бомба лежит Да Бомба под контролем Австралийского игрока Не даст ее так просто забрать По крайней мере без боя А где же Денис Костин Заходит в спину Ваня тоже будет обходить И Эдвард так же Ну самое главное Чтобы одновременно Вот тут даже знаешь Не факт что им нужно С разных сторон выходить Может как раз им сейчас Надо вдвоем там просто Проскочить Скорее всего так и будут делать Нави Посмотри Собираются воедино Понимают что Действительно вдвоем мы сила И надо Продавить Того самого Яма Который уже сделал Два минуса в этом раунде Только Квадроквилл Спасает австралийскую команду Ну Ям Такой вот знаешь Одна ошибочка от Нави И Ям сейчас может все исправить Все Не должен ничего он сделать Но выйдите убить Долго так убивали Но Эдвард нормально Пришел наш Пистол Кинг И 13 раунд забрал Да Ну на первый Получается что-то вообще Изи Получается четвертый раунд Один на один Заканчивается Ну если подряд Один на один Один на один Один на один Один на один Один в два Ну вот Один в три Ну вот Чем дальше тем сложнее Квозгейм на самом деле Ну по счету разрыв Да Нави взяли абсолютно все То что и должны были брать И вот честно Как-то Как-то спокойно Мы комментируем эту встречу Понимаем вот Что действительно так Происходят Такие события На первой карте Гардиан забирает Спанж Минус от флейми Ну О Я даже не успеваю Тут просто без шансов Разбросали оборону На б-базе Джейкс 1 против пятерых Попытка забрать Сейзада И вот по холстбарам Нави видно что Вообще проблем в этом раунде Не возникло Ну да Не более 40 хп из них выбили Ну слушайте Ну друзья Я буду только рад Если и вторая карта Будет так происходить Хотя Самое главное опять же Чтобы кто-то выиграл Здесь 2-0 Либо Vox Либо Na'Vi Потому что мы Очень хотим Чтобы вот Чтобы не только шведы Выходили из этой группы Да Было бы неплохо Разбавить Ту самую шведскую компашку И вот Или австралийцы Или наши Но уже вот с таким раскладом Только наши будут бороться С NIP За выход с группы A Ну а карту я думаю Следующему уже Совсем скоро увидим Если нам ее пораньше поменяют Сделают чейндж левел Сразу после рестарта Ну по крайней мере Мы-то точно увидим Кто находится на GoTV Ну и Такой вот Я не знаю конечно Ну а что делать еще Покупать не было смысла Эко на А то что потом Точить 12 Раундов подряд Ну это фантастика Хотя на кобле Это вполне реально Так что у нас здесь Полный контроль Б-планта В исполнении рожденных Побеждать Не торопится ставить бомбу Кстати вот Не могу понять почему Но вот Кто-то сейчас Это должен сделать Это Конечно же капитан Кэп Собрался Бомбу установил Ну и что же придумать Ну там просто Ежики в тумане Вылетают 5 человек Из Австралии Из коробки Но Автодиректор Да как возле трупа Танцуют Все увидели Он показал там Не на что смотреть 15-3 Ну и Матчпоинты На первую карту У Нави Абсолютно легко Дается Кобблстол Ну я думаю Точно должны закончить Да Спокойно как-то 12 матчпоинтов Ну вот знаешь Такое-то играть Могут 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 Только не пыли Фнать Ну Опять же вспоминаю Первую половину Нави тоже Вот проигрывали 0-3 Потом 12 подряд И выдали Такая сейчас Вот абсолютно Такая же ситуация У команды Вокс Они проиграли Три раунда Ну И сейчас 12 подряд Знаешь Единственное что Отличает Воксов Нет права на ошибку Нави могли И позволить себе Отдать Вот хотя бы Один из раундов Один в один Там где-то Оступиться У Воксов Нет права на ошибку На первой карте Проиграв один Они автоматически Реализуют Матчпоинт Для команды Нави Ну а дальше Дальше придется Играть Вот Пока еще непонятно Какая же вторая карта Что же там дальше Я по-прежнему На сайте Обновляю Постоянно по кнопке F5 Но Дождемся уже Официальной инфы Так Яму прогнали Грамотно Нави действует С помощью гранат Продавили Ваня Ваня Есть минус Забрал Джейкса Знает что АВП Находится В районе Кишки Понимает Это прекрасно И постарается Дымом его отрезать Так А где же Основной выход Основной выход Готовится под базу Б Хавак Подвалил Зевса Нави 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 Понимает что На Б выйти будет Очень непросто И опять таки же В очередной раз Меняют вектор атаки Будут вскрывать оборону На Апуинте Там Ям с АВП И вот Ооо Ошибка от Хавака Ну это как раз таки То что и надо было Нашим парням Под Б базой Убирает игрок Хавак Нет точнее Ям Остается один На Апуинте Маш ТРП Эдвард Красавчик Забрал Яма Ну и все Два игрока Ему будет очень тяжело Сейчас Хлпа Плюс Хлпа Минус Хотел сказать Хлпа Плюс коробку Но коробка Уже сам перетянулся в Хлпу Попытается здесь проскочить Бомбка с Бинплэнта Да, одного может забрать Эдварда Ой-ой-ой-ой Тут красный в Плэнте Нет-нет-нет-нет Только ли в Плейме Грамотно мансует Вау Вот это глава шоу Ставит Сейзет 16-3 Разгром Вокс Эминер На карте Кабболстон Нави празднует победу Ну вот Теперь для моего Для исполнения моего желания Нави должны забирать вторую И достойно Не то что даже достойно А просто громить Нипол Со счетом 2-0 В противном случае Нави Не выходят из группы Ну да Там просто Или нельзя Вот В данном В данном Поважении команд То у Нави А им по-любому Только 2-0-2-0 Ну вот здесь 2-0 Это автоматически Дает Нави 4 очка А вот дальше У Нипов 5 У Нави 4 И как раз таки Матч за выход С группы Ну это будет Эпичная заруба Гитая Это компания Против Вани Эдварда Да не уйти с Ленка Ну и при таком раскладе Все равно Нави нельзя Проигрывать Там нельзя даже Играть ничью Да Ничья не устраивает Нави Ну вот Сами доигрались Заберите у Ликвида В Победу Все бы было просто Шикардосик Но 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 Маймо Тэшо Маймо Ну действительно Очень легко Разобрались Нави Как-то аж Неожиданно На первой карте Ждем вторую По-прежнему Не знаем Какая она Потому что У нас снова Кобал на сервере Ребята Я по-прежнему На ХЛТВ Жму кнопку И в 5 Ну кто-нибудь Напишите нам Следующую карту Ну видимо Уже увидим Непосредственно Перед началом Короткая Десятиминутная пауза И мы продолжаем Нави против Вокса Ну а далее Еще раз напомню У нас здесь На 10 канале Должна быть игра Фнатик против Ликвид Ну и возможно Виртус Про Иммунити Там последний Ночной матч Но вообще Не факт Что он будет Что-то решать И вообще Что его нужно будет смотреть Может быть не факт Что сами команды Сядут его играть Ну кстати На параллельном стриме Игорь Сопов Комментирует матч Энви Против Виртус Про Точнее будет комментировать Через 6 минут Да Вот там Вот-вот начало И как раз таки В этом матче Для команды из Польши Решается абсолютно все Проиграв французам Вторым Точнее первым французам Виртус Про Точно так же Прощаются С чемпионатом И матч С Иммунити Ничего не решает И в общем-то Простая формальность Да Его даже нет смысла играть Ни одной Ни второй команде Там ни ради статистики Ни ради чего Просто вот уже все Никто не вышел Иммунити Ноль очков пока что И у Иммунити Вы понимаете Такие матчи остаются непростые С теми же Виртус Про Игра Фух Очень тяжелая И вот Последняя у вас Я вот что-то не понял Что-то здесь Куда-то пропало Что-то здесь пропало В расписании Ну если не ошибаюсь Это NIP И Na'Vi Вот как раз таки В это время Да На StarLadder 5 22.00 По Киеву Я думаю Как не 23.00 Ну да Уже будет Скорее всего У нас есть задержка Небольшая Хотя Знаешь Все пока идет Очень даже по плану Кстати вот ребят Пока мы еще Не закончили Я вот у Юры Хотел спросить У меня нету расписания На завтрашний день Я думаю Вы тут вдвоем Да справляетесь Завтра два полуфинала И финал БО 5 Я вот смотрю Этот финал БО 5 И Это ужас Стартует Третий день Лиги Gfinity В 14.00 По Киеву Киеву Москве Да Киев Москва В принципе Сейчас время одинаковое Поэтому Ура Да Наконец-то Мы этого Добились Ну Ладно Добились тоже Вроде мы этого добивались Добивались Вообще 10 лет Просто бился Хочу Хочу Как в Москве Время Или Москвичи Тоже хочу Как в Киеве Ладно Короче Третий день Действительно У нас Три катки Два полуфинала Матч за первое место Два БО 3 Это полуфинал И БО 5 Это гранд финал И очень надеемся Что там будет команда Нави Ну По крайней мере С другой стороны Пока такой прогноз Что там может оказаться Два шведских Два французских коллектива Там и будет Шведско-французские полуфиналы Какие-то Либо там Дерби там Там Ну Пока именно Все к этому идет Ладно, друзья У нас небольшая музыкальная пауза И мы возвращаемся На вторую карту Нави против Vox Seminar Продолжение следует...